Вопрос, который рассматривается под хадисом 965. Первый вопрос. Говорит вопрос о мольбе, которую необходимо произносить за человека, который женился. То есть, что это за мольба? Говорит ар-раха. Во-первых, что такое ар-раха в арабском языке? Холь-эль-ти'ан. Воль-муафа. В своей основе слово ар-раха в арабском языке несет значение аль-эль-ти'ан. То есть, эль-ти'ан это когда два человека или два предмета полностью сходятся друг с другом. То есть, допустим, если один предмет подходит под второй. Или мужчина хорошо подходит для этой женщины. Эта женщина подходит для этого мужчины. Называется как аль-эль-ти'ан. Воль-муафа. Муафа то же самое, что то есть совпадение, соответственность, когда один соответствует другому. Вахуснуль-иша. Те благое семейное проживание. Вахуа мин рафа асаут рафаутуру рахуан. И слово рафа в своей основе происходит от фразы рафа асаут. Когда человек чинит одежду. Рафауту рафуан. То есть, когда человек соединяет две одежды друг с другом ниткой. То же самое. Поэтому от этого слова произошло слово рафа. То есть, поздравление при женихе. Так как ты делаешь дуа за пару. То есть, за мужчину и за женщину. Чтобы они хорошо жили. То есть, хорошей супружеской семейной жизнью. Так, как будто бы соединились друг с другом. Подобно тому, как одежда соединяется одна часть ее с другой нитками. Говорит. И в итоге в шариате, ар-рафа это что такое? То есть, это то, что мы разбирали ранее. Разбирали понятие рафа в арабском языке. А что такое рафа в шариате? Это произношение дуа за супруга. Чтобы он соединился. То есть, хорошо жил со своей женой. Без взаимного отчуждения и вражды. Говорит, и является желателем делать дуа за жениха или за супруга. Вот это вот дуа, которая пришла в хадисе Абу-Урера под номером 965. То есть, баракаллаху лак, баракалек. Ваджима абринакума фи хаир. Говорит, и приходят в Бухарии муслимы о том, что пророк сделал дуа за Абду-Рахмана ибн Ауфа. То есть, когда он женился. А также за Аджайбур ибн Абдилля, когда он в свою очередь также женился. Сказав им, баракаллаху лак. То есть, да, не спошлёв Всевышний Аллаху сфану Аталя благословение на тебя. То есть, для чего этот хадис Шахmud ибн Ахизам привёл? Чтобы указать то, что также является достаточным, а ограничиться лишь этой фразой. То есть, можно сказать супругу, то есть, имея в виду человеку, который только что женился. Можно ему сказать, баракаллаху лак, баракаллаху лак. Баракаллаху лак, баракаллаху лак. А можно ограничиться лишь фразой баракаллаху лак. Так дело также посланник Аллаху сфану Абу-Рахмана ибн Ауфам, а также с Джабей Бу nostalgia and Abdillah, говорит, и подкладай в божество хадисов, И пришло, говорит, в некоторых хадисах, то, что во времена джагилии люди, когда поздравляли человека с женитьбой, произносили следующую фразу. Говорили, то есть, пусть Аллах соединит между вами в добре и даст вам сыновей. Показал Набию, но пророк сказал, вы такое не говорите, то есть, вы такую фразу не произносите. Но говорите, Барак Аллаху лякум, вабарака алейкум. Пусть Всевышний Аллах сп. не спошлет благословение вас и не спошлет благословение на вас. И этот хадис называют хорошим Аллаху лякум в своей книге Адабу Зифар, страница 175-176. Значит, до этого момента, что мы сейчас разобрали? Разобрали уже три формы, которые можно произнести, обращаясь к человеку, который только что женился. При этом, заранее забегая вперед, скажем, что это можно говорить как мужчине, так и женщине могут говорить это недавно женившейся, точнее вышившей замуж женщине. Три фразы. Какие фразы? Первая фраза, которая пришла в хадисе Абу-Ар-Ры, у имама Ахмада и у других, о том, что пророк Сагаллаху лякум говорил, Барак Аллаху ляк, вабарака алейку, ваджема адейна кума фихаир. Вторая фраза, она пришла у Бухари и Муслима, о том, что пророк Сагаллаху лякум иногда ограничивался фразой, Барак Аллаху ляк. И третья фраза, которая пришла в хадисе, которая называет хорошим имам Аль-Ар-Бани, в своей книге Адабу-Зифаф, а это фраза Барак Аллаху лякум, вабарака алейкум. Так, можно произнести одну из этих фраз. И все они являются узаконенными, так как пришли в достоверных или годных для довода хадисов. Ученые разногласили, почему пророк Сагаллаху ляк запретил произносить фразу, которую произносили во времена Джагилии. То есть говорит, биррафа и вальбанин, пусть Всевышний Аллах Сагаллах соединит вас в добре и даст вам сыновей. В факиле некоторые сказали, ляну ля хамда фиги, вала тана, вала зикра Аллах. Потому что в этой фразе нет ни восхваления Аллаха, ни его восхваления, ни поминания Всевышнего Аллаха Сагаллах. Видишь, когда мы говорим, исходя из того, что узаконено в шариате, мы говорим, упоминаем Всевышнего Аллаха Сагаллах в наши дуа. Барак Аллаху ляк, вабарака алейкум. То есть в этой дуа есть упоминание Всевышнего Аллаха Сагаллах. Говорит, а вот в этой дуа, которую произносили люди Джагилии, нет упоминания Всевышнего Аллаха. Они говорили, биррафа и вальбанин, пусть соберет Всевышний Аллах между вами в добре и даст вам сыновей. Вакиля, второе мнение, почему пророк Сагаллах Сагаллах запретил произносить такую фразу, лима фи химинал-ишара и лабух билбанат, лифахсыс альбаним без викр. Потому что, говорит, в этой дуа есть указание на ненависть к девочкам. Потому что, видишь, они, в дуа, упоминали именно сыновей. Пусть Аллах соединит вас или да объединитесь вы в добре и да будут у вас сыновья. То есть в этом указание на то, что появление девочки или рождение девочки является чем-то нежелательным для людей или является чем-то ненавистным. Поэтому пророк Сагаллах запретил произносить такую фразу и выделять именно сыновей, в отличие от дочерей. Говорит то, что кажется более верным, то, что пророк Сагаллах запретил или считал нежелательным произносить эту фразу, потому что в этом есть уподобление людям джигилии. Потому что они произносили эту фразу, тахаулян, ля дуаан, просто как доброе признаменование, а не как в качестве дуа, не как в качестве мольбы Всевышнего Аллаха Сагаллах о том, чтобы он не спасал бонословение на эту пару. Так, значит, и на самом деле все эти три предположения или все эти три разъяснения могут или могли стать причиной того, почему пророк Сагаллах запретил произносение этой фразы. Так, первое, то, что в этой дуа, то есть дуа джигилии, нет упоминания Всевышнего Аллаха Сагаллах о том, второе, то, что, или потому что в этой дуа приходят тахсы, то есть конкретизация именно сыновей, кроме дочерей, и третье, потому что это является дуа времен джигилии, пророк Сагаллах сам приказывал нам не уподобляться людям джигилии. И к тому же они делали это как тахаул, просто как доброе признаменование, а не как дуа Всевышнего Аллаха Сагаллах за эту пару. Так, значит, то, что дочитали досюда, то, что дочитали досюда, иншаллах понятно, то, что узаконено произносить только что женившемуся человеку в качестве дуа, то есть чтобы ты произнес для него, его пользу, подошел к нему и сказал ему либо же сказал ему просто одну из этих трех фраз. И что касается фразы то эта фраза и является запретной. Пророк Сагаллаху Абдусинам запретил ее произносить. И также женщинам является желательным сделать такое дуа за девушку, которая вышла замуж. Приходит у Бухари и Муслима о том, что женщины сказали Аиша, когда она вышла замуж за пророка, то есть пусть будет тебе благо и благословение. И чтобы твоя доля была благой. Таир здесь имеется ввиду насыпь, то есть благо. Этот хадис приходит у Бухари и Муслима. То есть в этом или из этого хадиса берется также то, что желательность сделать дуа за супруга касается не только мужчин за мужчину, но касается также женщин за женщину, чтобы женщины окружающие, то есть подруги невесты или ее родственники и тому подобное, чтобы они также за нее сделали такое дуа. Таида говорит полезное примечание. Говорит, является желательным человеку, если он женился на женщине, взять ее за насыя. Насыя это черка, то есть взять ее за волосы, которые находятся на передней части ее головы. И произнести следующее дуа. Аллах, я прошу у тебя благо этой женщины и благо тех свойств, которые ты в нее вложил. И я прибегаю за твоим прибежищем от зла этой женщины и зла от их тех дурных свойств, которые в нее вложены. Нам этот хадис приходит от Абудауда, а также имам Абн-Насаи, в его книге «Амар-Уль-Ом-Лейла». И если над этого сообщение является хорошим, он приходит по дороге Амра и Абн-Шаиба от его отца, от его деда, от пророка, салавлаху асаламу. Значит, подвижником этого хадиса является кто? Абдулла ибн Амр ибн Аас. Потому что он является дедом в данном случае. Когда мы говорим Амр и Амр, от его отца, от его деда. Имеется в виду от отца Амр ибн Шаиба, от его деда, то есть от деда Шаиба, а не от деда Амра. И дедом Шаиба является кто? Абдулла ибн Амр ибн Аас. Так значит, если человек женился на женщине или на девушке, то является желательно ему сделать такое дуа в первую брачную ночь. То есть взять ее за челку, за те волосы, которые находятся на передней части или в передней части ее головы. Взяться за эти волосы в Айахуре и произнести эту фразу. То есть взяться за волосы, не имеется в виду дергать эти волосы или причинять какую-то боль. Просто имеется в виду держать эти волосы у себя в руках. И произнести эту фразу. Нам ей, кстати говоря, эту фразу или эту дуа можно или нужно так же узаконенно произносить при покупке животного. То есть, когда человек покупает животное. Этот вопрос, иншава, та же понятен далее.